Сочи Репортаж Александра Руденко Из подтопленных районов Сочи Сейчас спасатели эвакуируют жителей Из-за дождя, который не переставая Льется вчерашнего вечера Улицы города превратились в бурлящие реки Вода сносит все на своем пути Больше всего пострадал Адлерский район Затопило и подворья с автомобилями Частично дома одного из жителей города Вызволять пришлось спасателям В машине заклинила дверь, а вода прибывала очень быстро В итоге все обошлось Помощь подоспела вовремя Сейчас в двух районах Сочи объявлен режим ЧАЭС На городских улицах работает 4 подразделения МЧАЭС Вызваны отряды спасателей из Туапсе, Геленджика, Новороссийска Частично перекрыта автомагистраль Связывающая центр Сочи с Адлерским районом Сотрудники ГАИ пытаются избежать транспортного коллапса Но пробки все равно растянулись на много километров В аэропорту Сочи около тысячи человек в ожидании вылета Три рейса, которые летели в Сочи из Москвы и один из Магнитогорска Пришлось посадить в других городах Ну а тех, кому все же удалось долететь до курорта Аэропорт встретил вот такой картиной Воды по колено Там бордюр, осторожно, осторожно Бордюр, бордюр, бордюр Оп, я же предупредил вас Входы и выходы в здание аэровокзала открыты только на втором уровне К которому ведет специальный пандус Информация о статусе рейсов и погодной ситуации озвучивается каждый час В связи с подъемом воды в реке Мзымта Отключить пришлось одну из подстанций Обеспечивающую электричеством часть Адлерского района Подачу электроэнергии обещают возобновить сразу после откачки воды и проверки оборудования На одной из улиц произошел порыв газовой трубы Жители близлежащих домов эвакуировали на время ремонта Вот это фонтан бьет, это газ Штормовое предупреждение, объявленное накануне на Черноморском побережье Сегодня продлили до 26 июня Есть опасность выхода воды из берегов в горных реках А в Сочи, как по всей Кубани, много К примеру, река Хоста поднялась уже больше, чем на метр И улучшения погодных условий в ближайшее время ждать не приходится Синоптики обещают дожди до начала июля Александр Руденко, Алексей Балакирев, Михаил Киртокий, Светлана Пашкова Вести, Сочи Ну и вот как буквально только что сообщили в Росавиации Аэропорт Сочи временно закрыли из-за наводнения Ну, не менее впечатляющие кадры пришли из других российских регионов Где экстренные службы устраняют последствия стихии В Перми ураганный ветер за каких-то пять минут повалил сотни деревьев Встрывал с домов не только крыши, но и балконы Из-за обрыва проводов в городе встали троллейбусы В области без света остались полсотни населенных пунктов У заседей в Екатеринбурге машины пострадали не только от воды, но и от града размером с куриное яйцо И только по счастливой случайности ни один из автомобилей не угодил в огромную воронку в центре города В Липецке воды было так много, что в буквальном смысле плавали не только люди, но и машины Пассажирам приходилось своими силами выталкивать маршрутки А водителям чуть ли не таранить другие машины, чтобы выбраться из потока Крыша одного из торговых центров еле сдерживала потоки воды Но к ситуации с погодой мы еще вернемся в выпуске Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова